В Дворце культуры Металлургов у работников правоохранительных органов состоялся единый день государственно-правового информирования. Он прошел в необычном формате. В начале встречи перед собравшимися выступил глава города Сергей Бердников. Градоначальник рассказал о том, как изменился Магнитогорск за последнее время, а также ответил на ряд вопросов. Магнитогорск с каждым годом становится лучше. Так, в одном предложении можно выразить главную мысль выступления Сергея Бердникова. Это отражают разнообразные рейтинги, в которых наш город оказывается в списке самых комфортных. Открываются новые садики, регулярно ремонтируются дороги, объекты культуры. Практически полностью обновился трамвайный парк. Транспорт у нас с вами экологически чистый, дороги у нас замечательные, машины лишний раз не газят. Мы даже переезды все сделали идеальные, не надо тормозить, с разгоном проезжаешь и хорошо. Мы их приводим в порядок. Колодцы у нас все на дорогах с вами вровень. Зеленью занимаемся. Каждый год высаживаем тысячами деревья и кустарники. Их все подстригаем. Они красивые. Прелесть просто. Не обошел глава города и тему экологии. В этой области происходят большие изменения. На ММК вопрос улучшения экологической обстановки в числе приоритетных. В качестве эффективности таких мер городоначальник привел показатель комплексного индекса загрязнения атмосферы. Он снижается каждый год и в прошлом году составил 5,8 единиц, в то время как отметка в 5 единиц уже считается зеленой зоной. Улучшит обстановку и запуск нового полигона и мусоросортировочного комплекса. И сегодня ведем рекультивацию старой свалки. В следующем году мы ее полностью накроем. Будут системы водоотведения, воздуха, газоотведения. Причем и вода, и газы будут улавливаться. Все это будет очищаться. Мы будем постоянно это все поддерживать. Фильтрация будет работать с заменой фильтрующих элементов. И пока это все там не приведется в полное соответствие, то есть эта система там будет работать. Отдельно обсудили и тему городского благоустройства. Магнитогорск с каждым годом прирастает новыми местами отдыха. В этом году откроется после реконструкции парк ветеранов. Зашла речь и о городском курорте притяжения. Он уже стал настоящей визитной карточкой магнитки. Почти на 400 гектарах разместятся спортивные и культурные объекты, зоны отдыха и многое другое. Кроме того, вблизи него должен разместиться и современный медицинский центр. В эти дни должна закончена быть государственная экспертиза на новое здание, многофункциональный медицинский центр. То есть с его пуском у нас пойдет необходимость в тех старых больницах, которые сегодня просто нецелесообразно ремонтировать в силу их вековости и древности. Поликлиники останутся приближенными к местам проживания ваших всех, а вот больницы с койками мы, которые не нужны, будем закрывать. В завершение встречи у зрителей была возможность задать вопросы главе города. Так собравшиеся интересовались темами образования и жилищно-коммунального хозяйства. Павел Берсенев, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. Компания ТВИН. Корректор А.Кулакова